И мы, которые были одеты во всё это тряпьё советское, которое производилось вот так вот много. Добрый день, друзья недругие. Я здесь оставлял расшифровку небольшого фрагмента моей беседы, одной из моих бесед с Николаем Цискоридзе, и там он просто походя упомянул, я оставлю этот фрагмент, похоже, упомянул одежду советского производства, назад это тряпьё. И тут же набежали комментаторы возмущённые, которые в чём только Николаем Аксимовичу не обвиняют. И всё время делали упор на то, что советская одежда была из натуральных материалов, что это хлопок, шерсть, бла-бла-бла. Ну вот что я могу на это сказать? Да, бесспорно, Советский Союз, вообще красный проект, был интересен. Это было социальное государство. Там многие вещи были абсолютно достойны внимания и воспроизведения. Я, допустим, вот совершенно недавно, здесь была годовщина, в 64-м году в одной из стран, которые нам, Россия, всё время ставят в пример, только в 64-м году разрешили замужним женщинам принимать участие в голосовании. Напомню, что в Советском Союзе изначально женщины были в правах уравнивания с мужчинами. Ну, там бесплатное образование, бесплатное жильё, бесплатная медицина, всё это было. Но были и запреты бесконечные, запреты на передвижение, фактически не было свободы слова, свободы печати. Масса есть нюансов. Поэтому это очень сложный вопрос. Но вот по поводу одежды. Я помню эту одежду. Абсолютно солидарен со Скалидзе. Это было невозможно носить. Это было действительно... Не знаю, может быть, трипил не самый удачный термин. Но это были очень уродливые, очень неказистые, некрасивые вещи. Кто только по поводу этого не шутил. Не только наши садельцы. Поэтому не надо гнать здесь на Скалидзе. Кстати, Николай Максимович, он настоящий патриот нашей страны. При том, что он всё время подчёркивает, что он грузин, запоминает. Но то, что он русский грузин. Он думает и говорит по-русски. Он любит эту страну. И поэтому не надо навешивать на него какие-то руки, только потому, что он высказался по поводу шмаке. Ещё раз повторю. Я очень хорошо помню в советское время. Советская одежда, одежда, произведённая на этих фабриках, душевички и прочее, не была пригодна для носки. Не только потому, что это было некрасиво. Там... Даже не хочу в это погружаться. Просто это мой личный опыт. И мне здесь не надо впаривать и рассказывать про натуральные материалы. Да хоть шок. Молодые люди всегда, и девушки, и юноши, хотят одеваться модом. Такой возможности, если мы говорим про советское производство, в СССР не было. Там был этот вот термин «доставь». Всё время доставали. Всё. Покупали у спекулянтов. Ездили в магазин «Польская мода» на Юго-Западе. И пиндийские покупали вещи. Когда выбрасывали что-то финское в этих гумах, в сумах, это всегда была давка. Собственно, и порцовка поднималась. Я целый подкаст на Первом канале делал про порцовку. Поднималась именно на дефиците вот этого самого трепяна. Так что я с Николаем Аксимовичем солидарен. Не только в этом, но и в этом тоже. Вы, кстати, когда в школу вспоминали в одном из интервью, рассказывали о кривоногой, уродливой своей однокласснице, которая потом стала критиком. Нет, она не моя одноклассница. Но вы вместе учились? Нет, мы не вместе учились. Когда я учился, эта кривоногая дама была легендой среди педагогов как образец бездарности и блата. Что, конечно, можно так. И они говорили. Я ее тогда не видел. Я ее увидел первый раз, когда я уже стал артистом. Она стала критикэсой. Потому что она была выпьющим примером убожества и блата. Потому что из-за этой девочки в свое время, для того, чтобы ее удержать в школе, а она была настолько бездарна и уродлива, что это нельзя было сделать никак, для нее придумали специализацию во всем Советском Союзе. Как бы учили два класса нормальных, а один класс назывался специализацией. Это как бы, что вы не можете их выпустить в балет, но есть очень много коллективов с народными танцами, с какими-то там пританцульками. Вот эти набирали целый класс, он назывался... Ну, все знали, но специализация. А придумано это было для нее, для того, чтобы ее не выгнать из школы. Тоже родители. Потому что родители были артисты Большого театра, а папа был очень таким... Ну, как бы он был... Как говорят, я его никогда не застал уже, что он был очень красивым мужчиной и очень, ну, на тот момент известным педагогом по характерному танцу. И они вот для нее это все придумали, пробили в Советском Союзе. И вот эта вот специализация была не только в Москве, но и в Петербурге, в Перми и так далее, потому что вот надо было таких вот держать. И потом, когда я уже с ней встретился в жизни, я был удивлен... Знаете, вот я много раз об этом рассказывал в интервью. Понимаете, там, куда я попал, в Московское хореографическое училище, это было главное учебное заведение страны, это было самое важное заведение страны, потому что там учились внучки генсеков. Да, до меня постарше училась Таня Андропова, «Царствие небесное», к сожалению. Необыкновенной красоты девочка, ума, образование. И чуть-чуть младше меня училась потом Ксюша Верганская-Горбачева, которая, ну, вот сейчас очень известна, как бы она редактор одного из журналов, и девочка оказалась не только красавицей, но еще и большой умницей, потому что она очень вовремя поняла, что ей надо пойти другую дорогу, и сделала очень, как бы, очень правильное образование потом получила. Но вот было несколько, как бы, слоев. Было слой вот этот Политбюро, да, так скажем, не только Политбюро, но там были номенклатурные дети, были дети простые, вот мы вот этот самый низ, и были дети Большого театра. Самые неприятные. Дети Большого театра. Вы не представляете, как они себя с нами вели, как они нас застармливали. Ну, это их дом. Да, это их дом, это вообще все для них. Вы здесь, и когда мы приходили в театр, если эти люди попадали, то они потом, ну, очень, очень некрасиво часто с нами себя вели. Например? А тут... Ну, вот какой-нибудь пример, что значит некрасиво? Ну, вам все время объясняли, что я-то тут по праву, а ты кто ты? Ты чернь, ты никто, а мы-то... И потом еще, понимаете, мы же были одеты все по-разному. Сейчас мы все одеты примерно одинаково, потому что есть возможность купить хотя бы паленые джинсы, но очень похожие на настоящие. А тогда это было... Дети номенклатурные были одеты очень шикарно. Дети Большого театра были одеты вовсю. Вообще... Ну, родители выезжали, конечно. Да, выезжали, потому они одеты были очень модно и очень богато. И мы, которые были одеты во все это тряпье советское, которое производилось вот так вот много. И вот эта дамочка, она как раз была из этих детей Большого театра, которая в какой-то момент стала писать статьи и постоянно вот эту чернь закатывать в асфальт. И особенно отыгрываться на тех своих, как бы, своего клана людях, которые все-таки сволочи попали в Большой театр. И был один... Один раз она написала какую-то очередную гадость обо мне. Но такой унесу свет. Но я был очень расстроен, честно скажу. Было лето. И я бежал по лестнице Большого театра. И так падал свет. Знаете, когда люди очень жарко в городе одеваются, в сарафаны, ну, потому что жарко. Но спектакли-то идут. И вот стояла кучка этих, как бы, пишущих людей. И так падал свет, что эти сарафаны были практически просвечивающимися. Что ты видишь силуэт людей. И тут я вот так вот сверху увидел в свете в этом их фигуры. Мне стало так легко. Я вам описать не могу. Ну, во-первых, у меня... Слава богу, господи, мама, папа, спасибо. Ну, для моей профессии были идеальные способности, идеальные пропорции. Вот все было как будто надо для вот этой профессии. А тут я их увидел. И так я стою и говорю, мне в школе о ней всегда говорили, педагоги, как, ну, как не только мне, всем нам, как пример бездарности и блата. И вот это смеет что-то сказать обо мне о человеке, который своим трудом, своими способностями поступил в эту школу, закончил с красным дипломом, попал в Большой театр, не имея на это шанса, в отличие вот от вот этого. Я буду расстраиваться? Нет. И мне вот в ту секунду, знаете, вот как вот... Вот и причем, что это так вот свет падает, знаете, как вам просто показали картинку. Это было для меня большим уроком. Опять-таки, вот то, о чем я вам говорил. Мне никогда не хотелось быть не на своем месте. Вот если... Я когда чувствовал, что я что-то не могу, вот что-то вот хоть немного в роли, то, что я делал, а делал я это, ну, слишком прилично, я тут же приходил, говорю, знаете, я этот спектакль больше исполнять не буду, все, время прошло, спасибо. Надо вам, я приготовлю, кого хотите. Вот у того есть наилучшие способности, тот может. Добрый день, друзья и недругие. Одним из самых интересных собеседников я числю Николая Максимовича Цискарицы. Я основываюсь на собственном опыте, то есть из самых интересных собеседников, с которым мне приходилось общаться. Почему? Говорил уже это, повторю. Дело в том, что у всех социально значимых есть некий набор историй, штампов, клише, таких вот рабочих баек, которые они всегда воспроизводят. Более того, очень многие мои коллеги как раз предпочитают не искать что-то новое, не докапнуться до какого-то эксклюзива, а идти вот по протоптанной дорожке, зная, что эти истории хорошо воспринимаются зрителям. Так вот, чем хорош Николай Цискаридзе? У него всегда есть иная трактовка даже тех историй, которые он уже рассказывал, даже если возвращаясь к тому или иному эпизоду из его биографии или упоминаешь то или иное имя, он всегда рассказывает что-либо новое, либо под новым ракурсом. И он из тех собеседников, который говорит на любые темы, в том числе и некомфортные, и никак не обозначает свое отношение к этому. То есть он не только профессиональный телевизионщик, как человек, который умеет вести шоу, как вы знаете, и брать интервью, он не только блестящий рассказчик, он еще и человек, который очень хорошо понимает законы жанра. Лучшая работа в мире!